Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет. За плечами неудачный брак. Двое детей. В тех отношениях с его стороны были измены, унижения, рукоприкладство. Можно сказать, что взяв своих детей, я сбежал от него к родителям. Через года три повстречал я другого. Он полный противоположник с первого. Но с первым была хорошая машина, деньги. Я была ущемлена и в общении, и во всем. С нынешним у нас ограничено финансово, машины нет, дом покупать только в планах. Я хотел отучиться на права и иметь хоть какие-то колеса. Но в итоге завалило город и бросило. Училась в медиа, в конце бросило. Проходит время, я начинаю себя ненавидеть. Обвиняюсь в том, что я не могу состояться. Я понимаю, что хочу просто дом, машину и спокойной жизни в тихом месте с детьми и мужем. Я потерялась. Я не понимаю, почему я такая, что не могу довести до конца то, что начинаю. Ощевевая родители, мне кому не лень твердили, зачем нарожала, мы обеспечиваем тебя и твоих детей. Тоже постоянные унижения были. У родителей свой магазин, я бесплатно у них работал, а могла брать продукты. Мы с детьми жили у них, никуда пойти, в другое место, зарплата или что мне не давали. С детьми если посидят, то за их поступки получала совместно я. Когда я начала иногда брать по 200-300 рублей с кассы и откладывать их, родители рыли в свящах, орали и гнобили за это. С нынешним молодым человеком сейчас живем отдельно. Я благодарна ему, что он выдернул меня оттуда, хоть у нас и финансово не все гладко, но я его все равно люблю. И благобарно, что он принял меня в такую непутевую и моих детей. Но внутри я себя чувствую не состоявшись. Я не понимаю, что со мной. Автора вопроса зовут Марина, поэтому я буду обращаться непосредственно к ней. Уважаемая Марина, в первую очередь хочется сказать, что вы не задаете вопрос, то есть у вас его попросту нет. И, соответственно, первое, о чем я хотел бы сказать, это то, какой у вас вопрос к психологу. Вам нужно сформировать свой запрос к психологу. Собственно говоря, сформировать то, сформулировать то, с чем вы собираетесь работать. Потому что пока это просто не самая веселая история. Нет, вот, с некоторыми моментами, некоторыми особенностями, конечно же. Но в целом, в целом, я бы, пожалуй, сказал бы, что вы пока не определились в том, чего хотите. Вы пока не определились в том, что вам нужно. Вот. И, ну, как бы... Это основная проблема. Помимо других аспектов, на которые я тоже постараюсь обратить ваше внимание, сейчас. Итак. Мне 30 лет, ты считаешь, что вы. Давайте подумаем, какое значение для вас имеет возраст и имеет ли... И имеет ли... Я не хочу, чтобы вы подумали, что это какой-то банальный вопрос или вопрос ради вопроса. Это, на самом деле, очень важно. Даже с учетом того, что вы говорите про то, что не состоялись игры. И, как бы, понятно, что возраст, скорее всего, увязывается с этим, да? Вот. Ну, тут, как бы, все очевидно достаточно. Но мне все же хотелось бы, чтобы вы сами постарались ответить на этот вопрос. Вот возраст для меня какое значение имеет? Ведь совершенно... Как бы, очевидно, что если вы... Пишите о нем... В самом начале, если это первое ваше... Ну... Сразу. Что это имеет значение. Вношение имеет довольно цельное. Поэтому начать я предлагаю вам с этого. В первую очередь. Какое значение для вас имеет и для вас имеет... Вот он. Дальше. За плечами неудачный брак и двое детей. Довольно символично, конечно, что он... Неудачный брак и детей вы ставите в один раз. Это обзывает вопрос по поводу того, как вы относитесь к своим детям. То, что вы их любите. Я, конечно, не сомневаюсь, но... То, что вы говорите про... Неудачный брак. Вот. И сразу же говорите про... Детей. Ну, как бы... Бросается в глаза. А... Вот. Вы называете свой брак... Неудачным и... В принципе... Вас... Можно... Понять... То есть можно понять... Почему... Вы... Считаете свой брак. Неудачным. Но... Тем не менее... Хочется спросить у вас. А... Отдаёте ли вы... Себе отчёт? Первое. Как вы пережили расставание? И пережили ли вы его? Потому что брак... Это всегда... Эээ... Определённые привычки, устои... И... Когда... Он распадается... То это травма. Даже если отношения, в принципе, были не особенно... Удовлетворительными. Это... Первый вопрос. И... Второй вопрос. Это... Эээ... То... Эээ... Как вы думаете... Какой... Эээ... Вклад... Эээ... Внесли вы... В то, что брак был неудачен. То есть обратите внимание. Да? Пишите вы... Про... Эээ... Своего мужа бывшего. Вот. Эээ... Что он... Ну... Вёл себя... Определённым образом. Каким-то. Эээ... Но... Нет вашей активности. А... Ваша... Активность... Очень важна. Там... Потому что... Эээ... Момент... Ведь в том, что... Отношения... Эээ... Строят... Два человека. Два человека... Вы... Выстраивают... Отношения. И... Вы... Сейчас... Говоря о том, что... Ну вот... Что муж был... Вот... Таким-то, таким-то. Игнорируйте свой вклад. Игнорируйте... Свою ответственность. А она... Имеет место быть. И... Пока вы её не замечаете. Пока вы... Эээ... Чувствуете себя... Эээ... Вам... Вам... Кажется... Как будто... Бы... Эээ... Вы ни на что не влияете. Хотя... По... Эээ... Большому счёту... На самом деле... Конечно же, вы влияете. Просто, возможно, вы... Игнорируете своё влияние. Игнорируете свою силу. Именно потому что... Ответственности... Личной ответственности... Личной ответственности... Вы... Здесь не замечаете. Не чувствуете... Не чувствуете её. Ну вот. Эээ... При этом... Важно... Не путать... То, что я говорил... С... Обвинением. Вас... Никто не обвиняет. Вас никто не винит в том, что... Эээ... Такая ситуация... Смучен... У вас... Произошла. Да... Виктимологическая теория... Теория, безусловно, существует. Да... Безусловно, у вас есть элементы жертвенного поведения. Но... Ээ... Вам это вину не ставится. Повторюсь... Эээ... 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 Здесь основная идея заключается именно в том... Что... Вы... Вносите определенный вклад в отношения. Да? Ну вот. К примеру... Эээ... Эээ... Забегая чуть вперёд... Эээ... Можно сказать, что вот... Эээ... Если... Допустим... Эээ... Вы говорите, что... С мужем у вас вот... Эээ... Была... Такая история, что... Значит... У вас были там... Деньги, машина... И прочее... Но вы... Там... Грубо говоря... Терпели... Рукоприкладство... Да? На... На оскорбления, унижения и прочее... То... Ну... Вероятно, вы... Были с ним ради... Денег... И... Опять же... В этом ничего нет дурного... В том смысле, что... Ну... Важны для вас... Эээ... Деньги, да... И на здоровье... Некоторые люди... Эээ... В принципе... Так и живут... Вопрос в том... Что для вас ценно... Что для вас является... Важность... Эээ... Что для вас является... Приоритетом... Вот этот... Вот... Это... Как мне... Думается... Весьма... Важный... Аспект... Потому что... Если человек... Эээ... Понимает... И чувствует... Что ему... А... Важно... Если человек... Понимает... И чувствует... Что для него ценно... Он, в принципе... Готов... Платить... Ту цену... Которая... Ну... Вот... Необходимая... Да... Там... Условно говоря... Эээ... Для... Ну... Как бы... Эээ... Для реализации... Да... Для реализации... Эээ... Обратно говоря... Ээ... Того... Что человек... Хо... 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 Дальше... Двое детей... Ээ... А... Что... Какое значение... Здесь... Ээ... Ээ... Должны иметь дети... Ээ... Об этом вы... Тоже не говорите... Эээ... Эээ... Как бы... Ээ... Ну... Представляя... Своих детишек... Больше как... Такой... Ну... На мой взгляд... Довесок... К вам... Да... Вот... Я понимаю... Это звучит... Не очень хорошо... Понимаю... Что звучит... Это... Оскорбительно... Но... Извините... Как это чувствуется... Вот... Ээ... Я не преследую цели... Как-то вас унизить... Унизить... Или оскорбить... Ни в коем случае... Просто говорю о том... Как это ощущается... Возможно... Вам это поможет... Лучше... Ээ... Вот... Возможно... Если вы... Сможете... Обратить... Это... Внутрь... Себя... То... О чем... Я... Сначала... Говорю... Какое... Отношение... Для вас умеетить... В тех... Отношениях... С его стороны... Пишите вы... Были... Измены... Унижения... Рукоприкладства... Были... Измены... Унижения... Рукоприкладства... Есть... Травма... Это... Психологическое... Правило... В... Которое... Нужно работать... Если с ней не работать... Она будет оказывать... Они... Там... Сущие... Будут оказывать... Влияние... На... На вас... На ваше... Поведение... В том числе... В текущее... В том числе... С вашим мужем... Так... Старым... Так... Вот... Дальше... А... Значит... Как... Каким образом это появилось... У вас в отношениях... Ну... Я уверен... Что... На... Э... На родине детей... Вот... Несколько понятно... А это важно... Дальше... Вы говорите, что взяла своих детей и сбежала от него к родителям. Но я думаю, что у вас в какой-то степени такая стратегия по жизни сбегать от трудностей. Собственно, непонятно, почему у вас нет денег. Если с мужем у вас деньги были, вы, получается, развелись, вы имеете право на половину заместного нажитого имущества. И, собственно, была бы у вас финансовая основа. Скорее всего, есть какие-то нюансы, но не сказать об этом я не мог. Да, значит, сбежала от него к родителям. Здесь вам нужно увидеть, что вы в своей такой вот парадигме, некоторые, скажем так, доводите ситуацию до такого состояния, когда, ну, вообще-то, вообще-то, вообще говоря, единственным способом из неё, вот как-то, ну, единственным способом её решить – это бегство. Но бегство – это не взятие ответственности. Это не взятие ответственности на себя. Бегство – это не ваш выбор. Понимаете? Важно увидеть это. Важно увидеть это, увидеть этот момент вам. что, к примеру, отреагируй вы раньше, к примеру, отреагируй вы более, может быть, вовремя. Ситуация такой бы не была, но вы на что-то надеялись. Ну, по всей видимости, вы на что-то надеялись. И я бы сказал, что меня интересует то, на что вы надеялись. Потому что надежда, как это мне, парадоксально, для вас может показаться, но надежда – это то, что зачастую человеческую жизнь, ну, достаточно сильно усложняет. Вот. Ну, потому что надежда создаёт иллюзию, к сожалению. Иллюзию того, что что-то может измениться, иллюзию того, что что-то может поменяться. Вот. А, как правило, не меняется ничего. И, в итоге, человек просто проживает свою жизнь в ожиданиях. Сбежала от всего к родителям. Ну, как бы, опять же, да, вот вопрос, насколько вы осознавали и осознаёте этот поступок. Потому что, в принципе, к родителям у вас обида. Есть. Через три года я повстречал другого, полное противоположное с первым. Не совсем понятно, что у вас было общего с первым мужем и со вторым. А, как бы, что вас объединяет. На каких основаниях вы выстраиваете отношения? На чём? С первым была хорошая машина, деньги. Но я была ущемлена в общении и во всём. С нынешним у нас ограничено. Финансовая машина нет. Дом покупать только в планах. Обратите внимание, вы про людей, про своих мужчин говорите в контексте потребностей. То есть, как будто вы нуждающаяся здесь. То есть, как бы, нет ощущения, что вы как личность воспринимаете первого мужа и второго. Вне зависимости от того, как они поступали. Это личность, это люди. Я хотел отучиться на права и иметь какие-то колёса. В итоге завалило город и бросило. Почему? Это страх неудач. С чем связан страх неудач? Это интересный вопрос. Дело в том, что человек думает про неудачу. Как правило, тогда, когда для него важен успех. Успех для человека важен тогда, когда он запрещает себе ошибки. А ошибки для человека важны, точнее, запрет ошибок происходит тогда, когда человек не следует своим интересам, ну, условно говоря, в деятельности, которую продвигают. А, понимаете? То есть, вы, вот, говорите, я хочу иметь колёса. Зачем? Зачем вам колёса? Вы любите машины? Вы любите машины? Вы любите поездки? Вы говорите, я отучилась в медиа. Зачем? Вы хотите помогать людям? Вы хотите их лечить? Вы можете, скажем так, ну, вы можете сказать, что у вас есть алтруизм? Или просто желание помогать? Вот о чём нужно подумать. То есть, понимаете, в чём вот штука? Штука в том, что вы обращаете внимание не на то, в своей деятельности. Штука в том, что вы обращаете внимание на периферию, но не обращаете внимание на самое главное. А главное, это ваш интерес. И когда есть интерес, совершенно не важно, завалили вы город или нет. Когда есть интерес, можно сдавать много-много раз, как это делают люди. Кстати, если сдавали на права вы платно, я, к сожалению, не знаю, можно ли это, можно ли бесплатно сдавать на права, вот. Но если вы сдавали платно, то вполне вероятно, что завалили вас специально, чтобы вы обратились ещё и ещё заплатили за экзамен. То есть, вообще, тут, как бы, вашего участия может и не быть. Многие люди, кто вдают, говорят, что их валят специально, чтобы пришли ещё раз, ну, ещё раз, да, чтобы ещё раз пришли. Я не думаю, что вы этого не знаете, но делаю, если повторюсь, в вашем интересе. Если у вас есть интерес, сколько угодно можно сдавать. Если у вас нет интереса, то, да, будут проблемы. И то же самое касается меда. Если вам действительно интересна профессия врача, вы хотите лечить людей, это одно. Но если вам не интересно, если вы используете вот и права, и учёбу в меде, как компенсацию для чего-то, то не думаю, что можно удивляться тому факту, что вы бросаете. Потому что сама деятельность, сама деятельность здесь, вообще говоря, ну, как бы, значения не имеет. Сама деятельность, вообще говоря, здесь не важна, к сожалению. К сожалению, потому что это ваша жизнь, это ваше время, это ваши силы, которые вы тратите. Проходит время, и я начинаю себя ненавидеть. Ну, как бы, здесь идёт речь, по моему мнению, про переключение внимания с, как бы, внутренних приоритетов на внешность. Вот. Вы начинаете себя ненавидеть, потому что вы не состоялись, потому что вы не добились. А как можно чего-то состояться и, эээ, как можно состояться и чего-то добиться, если, условно говоря, если, условно говоря, вы не слышите свой интерес. Да? Вот. Как? Никак. Получается, что вы изначально были нацелены на такой вот результат. Почему? Потому что у вас изначально есть представление, что какая-то не такая. Ну и себя даже называете непутёвой. Вот, как бы. В этом смысле здесь всё достаточно просто, я бы сказал. Вот. Другой вопрос, эээ, что вы хотите с этим делать? Понимаете, это всё можно изменить, это всё можно поменять. Но, нужно работать. Что? Ты жили так 30 лет? Хорошая новость в том, что ещё столько же, я надеюсь, больше, вам так жить не нужно. Дальше. Значит, начинаю себя ненавидеть. Обвиняю в том, что я не могу состояться. Кого обвиняют, непонятно, я думаю, мужа, но вы не пишете. Ну, здесь классическая история про перенос. То есть, ваши родители так, в принципе, делали и делают. Да, обвиняю кого-то. Ну, вы тоже. Вы же ребёнок своих родителей. Я понимаю, что хочу просто дом, машину и спокойной жизни в тихом месте с детьми и мужем. Это выглядит, Марина, как будто вы хотите безопасности. Вот. Спрятаться за всеми этими вещами, которые вы назвали. И чувствовать себя в безопасности. Но, правда в том, что вам этого будет мало. Вот. И как-то не очень понятно здесь связь с реализацией. То есть, вообще-то, если вы говорите про реализацию, то вот этого всего для реализации, ну, немного, надо сказать. То есть, этого всего недостаточно для реализации, вообще говоря. Да. А вот. То есть, дом, машина, как бы, это для вас реализация? Вы думаете, что, вот, ну, получив, получив всё это, вы не будете себя ненавидеть за то, что не реализовались? Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Потому что ваш неспокойный, ваш неспокойный ум, неспокойная психика, травмированность будут давать о себе знать. Вот. Поэтому я бы, конечно, не говорил здесь про то, что вот данный аспект, в смысле, вот то, что вы перечислили, вам, ну, поможет. Дальше. Обратите внимание, дальше здесь нет вас. То есть, просто хочу машину, дом, тихой жизни, с мужем и детьми. То есть, вас, как будто бы, не существует. Я потерялся, не понимаю, почему я такая, что не могу довести до конца, кто-то начинал. Сказал. Вопрос не в том, почему, вопрос, как вам с этим быть. Живя у родителей, мне, кому не лень, твердили, зачем она рожала, мы обеспечиваем тебя и твоих детей. К чему вы это написали? Постоянные унижения были. К чему вы это написали? Есть решение, что вы хотите пожаловаться, но вы знали, как и ваши родители, когда к ним бежали. Поэтому здесь вопрос про личную ответственность. Родители не обязаны меняться. У родителей в своем магазине я бесплатно у них работала и могла брать продукты. Каким образом? Вы пришли к идее бесплатно работать. Мы с детьми жили у них. Некуда пойти в другое место, где зарплата или что, мне не давали. Не очень понятно. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Как вам, кто-то, 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 кто-то может что-то не дать. Ведь медленно посидят за их поступки, получала совместно я. Каким образом? Здесь, на мой взгляд, у вас довольно серьезно проглядывают проблемы с личными границами. Когда я начинала иногда брать по 200-300 рублей из кассы, откладывать, их родители рили в вещах, орали и гнобили за это. А каким образом вы пришли к идее? А, брат, искался 200-300 рублей. Я так понял, что вы делали это без спроса. Каким образом? Ну, то есть... Как бы... Как? Как вы к этому пришли? С внешним молодым человеком мы живем отдельно. Я благодарен им за то, что он выдранул меня оттуда. Хоть и наш финансовый статук, но я все равно люблю и благодарен за то, что он принял мне такую непутевую моих детей. А если бы вы не были непутевые, вы бы были ему благодарны. Понимаете? То есть, у меня ощущение, что вы с ним только потому считаете себя не очень хорошим. Ну вот. Дальше вы говорите, выдранул меня оттуда. То есть, опять же, как будто бы вы сами не властны на свою жизнь. Внутри я себя чувствовал не застоявшись. Скорее, не обрадывая вещей чьи-то надежды. Чьи-то ожидания. Вот. Скорее всего, так. Скорее всего, об этом начали. Я не понимаю, что со мной. Ну, в общем и целом... В общем и целом... Какую-то общую картинку... Я надеюсь, у меня сформировать, сформулировать для вас получилось в общих чертах. Естественно, есть нюансы. Например, то, что кардинально неверно, на мой взгляд, вы задаете вопрос. Точнее, вы даже не задаете вопрос, а вопрос кардинально... Ну, мыслите кардинально неверно. Вот. То есть, вы говорите там, почему я вот такая, почему я вас обращаю. Да, можно формально отнести это к вопросу, но ответ на этот вопрос вам ничего не даст. Вам нужно учиться жить по-другому. Вот. Для этого нужно работать над собой. А вот, кратко-таки, такого запроса у вас я не услышал. Вот. Поэтому ситуация несколько-несколько говора странно. На практике, на практике, люди, у которых есть внутренние конфликты, я думаю, вы вряд ли будете спорить с тем, что у вас есть внутренние конфликты, переносит их на отношения. Так, как вы, например, сейчас пишите про то, что обвиняете своего настоящего мужа в том, что вы не стояли. Вот. Но при этом вы благодарны ему за то, что он вас выдернул. По сути, спас. По сути, вы жертва. Вот. Я рекомендовал бы вам здесь обратить внимание на треугольник Карпмана. Вот. Родители. И ваш первый муж – это тираны. Вы жертва. Вы жертва. И ваш второй муж – это спаситель. Но по большому счету все вы жертвы. И вам необходимо выходить из этого порочного круга. Потому что только выйти из него можно построить здоровые отношения. Вот. А не отношения на, на, вот, как бы, ну, на ту историю, что, вот, он меня, там, спас, да, и, как бы, теперь я с ним. Вот. А вообще-то, идти мне, особо некуда. И, вообще-то, я в себя не верю. Вот. И богобарно ему за то, что он меня принял. Такую непутевую. Вот. Что? Говорите вы. Ну. Человеку, конечно, понадобится, ну, время какое-то. Вот. Ну, что будет, когда он почувствует, что вы к нему привязаны. Что будет, когда, когда он почувствует, что вы, ну, грубо говоря, без него не можете. Вот. Что произойдет тогда? Что произойдет в таком случае? Вот. Постарайтесь на этот вопрос тоже ответить. Или что произойдет, если вы, например, реализуетесь, или он, как бы, ну, станет богаче, например. Вот. То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание на все эти моменты. Это очень важно. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам успехов в разрешении ситуации.